Добрый день, дорогие слушатели! Мы продолжаем лекции по лямбдоисчислению. Задачи будут, но, наверное, после сегодняшней лекции, потому что на прошедших лекциях у нас было, так сказать, не очень много затравок для задач. Сегодня мы поговорим о сильной нормализуемости. Таким образом, мы соединим две вещи, о которых мы говорили. Была наука о нормализации, о редукции термом к нормальным формам, а была наука о типах, и сегодня мы их соединим. Значит, давайте я напомню основное определение. Ну, мы будем... Тут, на самом деле, можно рассудить по карри, можно рассудить по черту. Это вещи двойственные. Ну, давайте по карри будем рассудить сегодня. Значит, у нас лямбда – это множество всех лямбдотермов. Неважно, типизуемых, типизуемых, типовой разметки в них нет. Значит, мы говорим, что СМ – это множество сильно нормализуемых лямбдотерм. Ну, напомню, что сильно нормализуемых лямбдотерм – это лямбдотерм, у которого, значит, любая последовательность редукций... Останавливайтесь. Так, минуточку, я это не делаю. Фокус. Давайте. Значит, то есть, это означает, что если у нас в термом М Принжит СН, это тогда, это тогда, ну, это может быть определение, значит, не существует вот такой последовательности. Ну, мы только об этом говорим. Про эту редукцию я в задатчике сформулирую. М2 и так далее бесконечно. Ну, бесконечно, это, в частности, означает, что она также бывает зацикливающаяся. То есть, например, классический наш пример. Если термом Омега мы имели вот такой лямбда икс, икс, икс. А Омега это два раза Омега, то он за один шаг редукцируется к себе же. Ну, и это бесконечная последовательность термом. Потому что мы можем написать вот так и так далее. Это не сильно нормализуемый термом. Ну, и даже не слабо нормализуемый. Потому что это, на самом деле, единственная редукция, которую можно применить. И он никаким путем не может быть приведен к нормальной форме. То есть, здесь не один путь редукции, а он единственный, потому что он не остановится. Но бывают, как мы знаем, термы. Классические примеры. Я могу написать что-нибудь такое, лямбда икс точка икс. И дальше написать Омегу. Этот терм редуцируется, естественно, к себе. Потому что Омегу можно редуцировать к себе за один шаг. С другой стороны он редуцируется к у. Ну, и этот тоже, естественно, редуцируется к у. Ну, а дальше здесь есть бесконечная цепочка. Вот этот терм, он слабо нормализуемый, но не сильно нормализуемый. То есть, у него есть способ проредуцировать его в нормальной форме. И более того, как мы знаем, этот способ на самом деле канонический. То есть, мы должны взять самый левый редекс вот здесь и его редуцировать. Но есть и путь бесконечный. Такие бывают случаи. Но мы сегодня будем говорить о сильной нормализуемости. И нормализуемость связана с типизацией. А именно смотрите, что здесь происходит. Вот этот терм, он ненормализуемый. Омега. И он нетипизуемый. То есть, ну, он замкнутый, поэтому контекста не нужно. Мы не можем вывести для какого-то типа Тау вот такое вот типизационное утверждение. Ну, почему? Ну, проблема вот в этом xx, который находится вот здесь. Когда мы будем пытаться типизовать, ну, по крайней мере, в простой типовой ситуации, в простом типовом лямбда исчислении, значит, у нас здесь появится x, который должен иметь какой-то тип. Значит, вот этот второй x какой-то тип альфа. И тот же самый x должен иметь тип альфа-стрелка бета. И вот эти два типа никогда в простой типовой системе не унифицируются. Потому что, как бы мы не уточняли, как бы мы не подставляли что-то вместо альфа и бета, это всегда будет длиннее, чем вот это. Ну, это значит, как бы, что, почему вот это не типизуемо? Но, на самом деле, как бы, вот эта штука тоже не типизуема, по той же самой причине. Но омега, это сильно нормализуемое, правильно? Потому что это просто нормальная форма. Здесь нет никаких редаксов, его никак нельзя регулировать. У него есть лямбда, но лямбда ни к чему не применяется здесь. Поэтому, пока что мы только в одну сторону можем сформулировать. Мы не можем сказать, что все, что нормализуется, все типизуемо, но в прямую сторону можем. И теорема, которая здесь сформулирована, теорема о сильной нормализуемости говорит следующее, что если, значит, я напишу вот так, сейчас поясню. если термом M типизуем, причем неважно каким типом и неважно в каком контексте, переменные могут иметь произвольные типы, может быть, простые, может быть, сложные, это не важно, то он сильно нормализует. Всегда. Но в обратную сторону неверно, ну вот, например, как бы, сильно нормализовывая термом, то не типизуем. Но вот такая теорема. Мы ее вот прямо вот это доказывать не будем, а докажем более сильную теорему, а вот зачем это будет нужно, мы поясним в конце сегодняшней лекции. А именно мы рассмотрим более мощную систему типизации. Типизацию с пересечением. Значит, обозначается она, значит, типизация, давайте чуть-чуть сотрем тогда. Ну вот это я могу стереть, вот пример. Значит, лябда, стрелка, пересечение. Значит, это типизация с пересечением, с пересечением типов. Ну, опять же, по карии. И сейчас будет здесь то, что она по карии довольно существенно и переформулировать ее по черту, наверное, как-то можно, но это не очень удобно будет. И звучит она следующим образом. Значит, во-первых, типы. Ну, переменные по типам, конечно, но не будем отвечать переменные от константа по типам, потому что здесь у нас не будет науки про введение типов, не будет науки про подстановки. Также у нас, естественно, имеется вот так, альфа пересеченная с бета. Что такое альфа пересеченная с бета? Это такой тип для объектов, которые одновременно являются и объектом типа альфа, и объектом типа бета. Альфа пересеченная с бета. Вот, значит, дальше правила типизации. Значит, ну, аксиома такая, что если у меня в гамме есть, ну, давайте напишем, как мы писали, так сказать, если у меня утверждение, что х имеет тип альфа прописано в гамме, то в гамме выводится, что х имеет тип альфа. Сематическая вещь. Правила ап и апс. Значит, если я в гамме могу терму M приписать тип альфа, стрелка бета, а в той же гамме могу приписать M тип альфа, то могу приписать применению тип бета. Это ап. А гамма это что? Гамма это контекст. Это контекст, это ну, это вот сейчас скажу, значит, это вот такое. Приписывание типов переменным. При этом у нас сейчас я пока это не появилось, но скоро это появится, действует соглашение о добавлении переменных в контекст. Сейчас покажу его. Если я напишу вот так, гамма гамма то мы старое утверждение про x выкидываем, а новое вставляем вот такое. То есть, это такой словарь типов для свободных переменных нашего терма. В каждой переменной написано ее тип. Но это то, что мы уже видели, это условия карри типизации, как и были. более интересные другие условия. Что у нас будет происходить с пересечением. Ну, первое правило. Я не буду никак называть. Значит, если у нас m имеет тип альфа и m имеет тип бета, то m имеет тип пересечения и наоборот. Если m имеет тип пересечения, то можно его как бы ослабить. вот такие вот правила. Все вот это это и есть наши числа. Расширенное такими типами. Перед пересечением надо понимать как произведение типов. Нет, не произведение, а просто пересечением. Произведение тогда бы было другое правило. Как бы мы могли собрать декартовое произведение, грубо говоря? Мы бы могли сказать, что у нас m1 имеет тип альфа, m2 имеет тип бета, тогда пара из m1, m2 имела бы тип альфа и картова на бета. А здесь нет. Здесь сказано, что просто это полиморфный объект, у которого два типа альфа и бета. вот. Ну, казалось бы, здесь вроде как мы ничего особо не добавили, потому что мы же знали, что в системе карри есть наиболее общий тип. И если мы, грубо говоря, вот эти вот два типа здесь получили какие-то, то на самом-то деле это же проявление того же самого наиболее общего типа, его конкретизации. Почему бы сразу здесь вместо этого пересечения не написать вот этот вот, значит, сам наиболее общий тип? Он будет как бы еще абстрактнее, чем это пересечение. Правильно? Ну, например, что я могу написать? Я могу сказать, что в пустом контексте меня типизуется λx.x, типизуется как, не знаю, там, P стрелка P и оно же как Q стрелка Q. Правильно? Ну, ну, казалось бы, я могу сказать, ну, хорошо, я просто типизую его абстрактно, как R стрелка R, R это переменная и то и то получится. Но это будет действительно так работать, но до тех пор, пока мы используем пересечение только в чистом виде как бы. Интересные вещи начинаются тогда, когда пересечение начинает появляться в левых частях стрелок. То есть, когда мы говорим, что у нас появляются типы вот какого-то вот такого вида, у них аргумент лежит, требует, чтобы он лежал в пересечении, а результат будет лежать в каком-то типе. что здесь происходит? Здесь говорится, что у нас аргумент этой функции обязан быть полиморфным объектом. Чего мы не могли добиться в простой системе типов. Потому что мы могли, конечно, написать переменные, но написать чуть-чуть вот такое, R стрелка R, ну, и стрелка там, ну, какой-то гаммы опять же. Но это что бы означало? А в гамме тоже R может входить, но это означает, что R подставляется одновременно и там, и там. То есть, это не значит, что вот то, что в качестве аргумента здесь подставлено, это должен быть обязательно вот там полиморфный тип для 1, дэйс точки или что-то другое для конкретного R. А здесь это так. Ну и давайте, как бы, чтобы не философствовать, давайте пример приведем. Вот этот терм омега маленькая. Типизуем. Сейчас напишу, как. Это переменные. Это константы, такие изменяемые переменные. Но вместо P, могут быть сложные типы на самом деле, если хотите. Да, P стрелка P, стрелка P. Давайте пример приведу, значит, вот какой. Вот этот терм. ну давайте даже для, поскольку первый был такой пример, давайте даже его обошнуем где-нибудь. давайте я его, знаете, как сделаю? Сотру и над ним напишу доказательства. Значит, тогда важно, чем вот этот вот гамма. значит, гамма. Смотрите. А внизу нету гамма? А нет, его нету, гамма появилась, когда мы лямбду разобрали. Ну, у нас пустой контекст. Смотрите, вот этот терм, у него нет свободных переменных. x здесь связан. Когда мы разбираем его, то у нас появляется вот эта штука. И я ее для краткости обозначил буквой гамму. Можно другую букву было их выделить. Смотрите, что здесь произошло. Когда мы раскрыли вот эту лямбду, то тип, который присвоен переменной x, имеет вид пересечения. А это значит, что x одновременно является объектом типа альфа и объектом типа функции из альфа в бету. Ну и, соответственно, мы можем вот в этом месте типизовать x как функцию, а в этом месте типизовать x как просто альфа и все. и на этом у нас значит все получится. А наук вот алгоритма Робинсон тут тоже есть? Нет, не будет. Не будет. И больше чувствовать не будет. Мы это докажем потом на самом деле. Я покажу, откуда это следует. Может быть, это можно было бы как-то и проще получить. то есть, наверное, здесь можно привести пример явно несравнимых типов. Ну, давайте такой вопрос пока сформулируем, раз уж вопрос появился. Значит, бывают ли несравнимые типы вот в вот этой вот лямбовой стрелке пересечения, ну, допустим, для замкнутых. Ну, не обязательно дождать для замкнутых, что у нас выводится какой-то терм M тип альфа-1, а M тип альфа-2 и при этом альфа-1 и альфа-2 не получаются установкой из какого-то альфа. на этот вопрос ответ на самом деле тривиальный, можете подумать, если в такой формулировке это делать. Но это такая задача. Но мы увидим, что это в некотором сильном смысле не выполняется. И там неразрешимость алгоритмическая будет, а алгоритма ревенциона здесь не будет. А теорема, которую мы формулируем, она вот точно такая же, и которую мы чуть-чуть будем доказывать. А сильная нормализуемость, но только вот здесь надо вот в этом месте написать снизу лямбда, стрелка, пересечения. И более сильный результат у нас значит в некотором контексте гамма термом м типизуется типом тау. Но теперь и тау, и гамма могут содержать пересечения и соответственно значит тем не менее будет сильная нормализуемость. Ну в частности вот этот терм омега маленькая, который вот здесь написан, сильно нормализуем тоже соответствует этой теореме. Это конечно не так очевидно, потому что он в нормальной форме находится. Но вот такой уж не получаются подстановка из какого-то одного альфа. Но это такой вопрос скорее. Значит зачем нам нужна именно такой формулировки сильная нормализуемость? Из нее следует сильная нормализуемость для обычного типизованного лямбда исчезления по капель. Правильно? А комбинаторы неподвижных точек таким же образом типизуются или нет? Нет, конечно. Если мы могли так типизовать компонент неподвижные точки, то он бы был сильно нормализуем. А он не должен быть сильно нормализуем. То есть сам-то комбинатор может быть и может, но его применение к чему-то уже не должно быть. Потому что если у вас есть комбинатор или точнее сама неподвижная точка вот эта должна редуцироваться к f от y к f это редуцируется к f от f y к f и так далее. Но значит соображение про комбинаторы неподвижной точки тем не менее разумное. Потому что на самом деле почему мы добавили это пересечение не просто чтобы формально более сильный результат получить. А на самом деле с помощью типов с пересечением мы будем типизовать в некотором специальном смысле в термо представляющий вычислимые функции. и мы получим значит в итоге построение кодирования функций в некотором смысле типизуемое но не в самом очевидном смысле а в результате мы получим значит неразрешимую сильную нормализованность. Вот наша цель глобальная. Но это не сегодня будет это будет следующий раз а сегодня мы поговорим о этом самом о доказательстве вот этой вот теоремы. Значит доказательство я сразу скажу оно довольно простое но не элементарное в том смысле что индукция которая будет там происходить не формализуется в арифметике она как вне в смысле трансфинитная. Но возможно вы это даже не заметите. Если не заметите то и хорошо. Значит это доказательство восходит к Тейту но я его буду ой я стер ну ладно давайте эти правила оставила для для лямбды и это и самое уберем. Значит оно восходит к Тейту я его излагаю близко к книге Жерара Профсентайдж ну именно что близко то есть некоторые детали там отличаются. Вот значит как мы будем рассуждать значит ну мы будем мы теорему вот здесь сформулировали и мы будем говорить следующее значит некое определение довольно странное сейчас дам значит типу сопоставим производиму типу как там обозначалось у меня сигму почему-то а множество лямбды термов которые обозначаются вот так две палочки значит при этом они не обязательно замкнуты там будут переменные и это нормально и не обязательно типа сигма увидим что там на самом деле будут термы разных типов возможно даже нетипизуемые термы но нам будет потом важно что некий терм типа сигма в этом множестве окажется это наша будет цель как бы а то что там еще что-то появится это нас не волнует и определяется оно значит на рекурсе по сигму значит ну что это за такие типы где термы будут это термы которые во-первых будут как-то связаны с типом сигма хотя неочевидным образом и во-вторых на самом-то деле все эти множества это будет просто множество сильно нормализуемых но для индукции нам вот будет нужно вот эти множества определять рекрусивно и что-то там с ними делать значит определяются они следующим образом значит замкнутый терм значит в нем могут быть свободные переменные значит не множество само замкнуто а каждый терм значит если у нас есть переменные или константы по типам то мы в качестве этого множества берем просто множество всех сильно нормализуемых терминов в случае базы индукции нам здесь не важно что эти термы имеют они вот такой тип не имеют просто вот ему сопоставляем вот такое множество всех сильно нормализуемых терминов это база второй второй значит ну более простой если у нас есть два типа берем пересечения ну здесь тоже берем пересечения и третий более самый интересный сигма стрелка тауна что делать в этом случае а это вот это множество таких термов что для любого если n так сказать хороший терм в смысле вот этого сигма то mn как бы хороший терм в смысле тауна и вот тут у нас как бы получается такая хитрая индукция потому что мы как бы здесь отрицательную позицию поместили эту сигма это неформализуемо в арифметике первого порядка здесь нужно как бы явно работать с множествами термов второпорядка но это так детали пока что мы рассуждаем в теории множества все это конечно а к всем выбора нам здесь не будет значит что мы делаем дальше давайте немножечко порассуждаем о вот о чем значит ну я сформулирую несколько лет а доказывать их буду уже потом первое лемма значит будет проводиться общей индукцией по типу значит мы говорим так что для любого типа сигма тау допустим давайте мюм напишем ну тау давайте мюм имеет место вместо следующее значит во-первых если у нас есть какие-то сильно нормализуемые термы м1 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 то если я возьму переменную x и применю ее к этим термам то это будет лежать во множестве как бы хороших термах значит второе что значит если у нас есть м1 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 и еще н большое которые сильно нормализуемы и еще вот такое выполняет есть есть какой-то терм p в котором вместо x подставили n а потом вот эти m1 m и это оказалось как бы хорошее значит давайте отсюда следует что вот такое тоже хорошее гамда xp примененная к n дальше m1 m ну и третье что все хорошие терм с точки зрения типа на самом деле сильно нормализуют это бы общей индукции проверять значит тут фактически что сказано что на самом деле вот эта вот вещь она как бы мимикрирует сильную нормализуемость в таком специальном виде потому что как терм устроен он либо у него нет лямбда снаружи то есть он как бы на внешнем уровне нормализован и тогда если вот эти все его аргументы нормализованы то и он будет так сказать как бы нормализован а если есть лямбда ну мы вот как бы переходим на шаг назад мы говорим что если он до раскрытия то есть если он после раскрытия лямбда получился вот хороший в этом смысле то и до раскрытия лямбда получился ну и последнее что все что мы таким образом построили оно не выходит за пределы класса а в итоге здесь будет равенство из этой лямбда я сразу выведу следствие которое будет нам нужно что x просто термом переменной принадлежит для любого типа он сильно нормализуемый это нормальная форма и она лежит во всех этих множествах это первая значит лямба будет а вторая лямба будет вот такая значит сейчас мы ее запишем это будет такая лямба о подстановках как бы или о контексте значит пусть у нас гамба ну это к напишу чтобы вот с этим не путалось и пусть значит пусть так дальше нам дано то что у нас есть хорошие термы n1 в правильный в альфа 1 nk альфа k и гамма типизует n ну в каком-то типе тау значит тогда если я возьму этот м и вместо свободных переменных подставлю соответствующие термы то этот будет хороший типе тау то есть вот эта подстановка на самом деле нужна для индукции мы увидим где она нам потребуется давайте представим себе что у нас здесь на самом деле нет никакой подстановки то есть эти иниты равны их сытым соответствующим что мы получим в частности вот в лембе 2 что мы имеем вот по этому следствию мы имеем сами их сытые лежат вот в этих множествах следовательно м с подстановкой вместо икситок самих икситок то есть это самый исходный терм м лежит в множестве тау а в силу лембе 1 пункт 3 вот этот последний пункт это тау содержится в см значит м лежит в см и это доказывает теорему о сильной нормализуемости то есть вы здесь что сделали мы так сказать для мы рассуждаем какой-то такой хитрой запутанной индукции чтобы индукция работала мы вместо самого множества сильно нормализуемых терм определяем какие-то его суррогаты про которые постфактум станет известно что они на самом деле есть эти самые значит множество сильно нормализуемых терм причем всех но пока что это так вот устроены множества мы проверим что наш терм лежит в соответствующем из этих множеств и получим что он является сильным нормализмом вот ну и осталось доказать лимон теперь значит ну давайте будем доказывать тут я сейчас сотру как всегда теорему чтобы мы забыли что мы делаем на самом деле и вот это тоже можно стереть и будем доказывать значит доказательства лимон лимон первой индукция по построению по построению типа ну смотрим значит первое ну это просто переменная поиска что в таком случае имеем значит в пункте один вот с такой скобочкой мы получаем что у нас мы имеем вот так и смотри что мы здесь видим у нас вот этот терм x m1 mn принадлежит классу сильно нормализуемых терм правильно почему ну потому что m1 mn сильно нормализуемый по условиям а в этом термик где тут могут применяться редукции ну надо помнить что скобки вот так вот расставлены то есть редукции могут применяться либо в m1 mn либо больше нигде потому что x не лямбда ну и теперь смотрите если каждый этих термов сильно нормализуемый то ну отсюда следует что и этот терм тоже сильно нормализуемый потому что если у него была бесконечная последовательность редукции то по бесконечному такому принципу дирекле редукции в каждом этих подтермах они же независимы если у него была бесконечная последовательность редукции то значит в каком-то из этих эмытых было бесконечное число редукций, а его там нет. То есть можно сказать так, что длина максимальной цепи редукции вот этого терма ограничена суммой максимальных длин цепей редукции для каждого из этих эмытых, потому что цепь редукции вот этого большого терма это просто такое чередование редукции в разных термах. Можно поредуцировали в М1, потом в МН, потом в М5 и так далее. Получили, значит, вот это условие доказать. Второе условие, то же самое, но немножечко хитрее. Значит, нам нужно проверить, что, значит, хотим, что вот этот вот терм, λxp, примененный N, ну вот я вот эти скобки поставлю просто для красоты как бы, да, и здесь напишу М1, МН. Это сильно нормализуемый термом. И вот тут давайте я введу такое обозначение, значит, пусть если какой-нибудь терм, там, Q, сильно нормализуемый, то через h от Q это длина максимальной цепи редукций из Q. Поскольку он сильно нормализуемый, то его, как бы, дерево в этой редукции, конечно, у этого дерева есть высота. Она обозначается по этому h. Это самая длинная цепочка редукций, которую можно запустить, стартуя из термоку. И вот тут я буду рассуждать индукции по суммарной высоте вот этих термоку. Н. Ой, здесь я еще что-то забыл. Здесь, наверное, нужно потребовать, чтобы п был тоже. Да-да-да, сейчас, иначе тут ничего не получится. Сейчас тут надо будет, наверное, потребовать, чтобы само п было сильно. А или не надо? Сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. h от. А, нет, не нужно, наверное, будет. Сейчас мы сообразим, значит, все. Вот, да, сейчас сначала посмотрим эту индукцию. Будем так писать. Ну, давайте, прежде чем это делать, мы скажем вот что. Значит, мы же знаем, что это вот тоже, мю это переменная, то есть это сильно нормализуемая. То есть дано, вот в этом случае нам еще дано, что вот такой вот терм. Сейчас кое-что сейчас проверим, пока мы это не начали и продолжим. Так, сейчас, сейчас, сейчас. где-то было написано. Нет, тут это как раз, да, это дано вот что, что вот такой терм, где p в подстановке x, то вот этот терм сильно нормализуемый. Ну, он лежит вот в этом множестве, а поскольку это базовый случай, то это множество как раз и есть множество всех сильно нормализуемых термов, правильно? Значит, а мы хотим, чтобы вот это там лежало. И мы будем, значит, как рассуждать? Давайте посмотрим на то... Не дайте ли мы вообще вообще воспользоваться? Вот мы и хотим сейчас воспользоваться, но вопрос, как бы, как именно мы будем это делать. Значит... Сейчас мы аккуратно это, значит, сформулируем. Какие тут... Как вообще доказать, что у нас терм сильно нормализуемый? Ну, для этого достаточно показать вот что. Вот у нас есть терм какой-то. Ну, Q. Из него есть какие-то редукции, правильно? Значит, редукция идет вот так, вот так, вот так. И здесь появляются какие-то термы Q1, Q2 и так далее, да? Если мы покажем, что все вот эти термы сильно нормализуемые, то тогда мы получим, что у нас и наш терм тоже сильно нормализуемый, правильно? Ну, потому что у них у каждого будет конечная терморедукция. И все, большое терморедукция будет конечная. Фактически рассмотреть, где мы тут производим редукцию вот в этом вот. Вот. Значит. Вот. Только единственное, что я, мне кажется, немножечко сейчас мог пробраться по поводу... Да. У меня вопрос. У нас, получается, этот терм редуцируется, ну, вот ляда dx точка P, чего-то редуцируется к P, в котором вместо x поставили R, это не R, да? Да. Но это... В чем проблема? Это не единственная, не единственная возможная редукция его. Но все остальное, к чему индуцируется этот терм? Можно, в теореме, черча Роса, так говорили, как... Вот тут тонкость. Так прямую, наверное, не должно сработать. Посмотрите, что у нас происходит. Ну, пусть этот терм, обозначим его действительно Q. Вот этот вот. Мы его... А вот это какой-то Q' да? То есть, что у нас получилось? Мы доказали, что у нас, значит, наш терм Q средуцировался к какому-то Q' и Q' у нас сильно нормализуемый, правильно? Отсюда, вообще говоря, не следует, что наш терм Q сильно нормализуемый. Вот прям так, правильно? Потому что вдруг оказалось, что он, ну, например, оказалось, что он равен, там, лямбда х точка у, примененный, там, не знаю, какой-нибудь амели, да? Ну, вот мы его средуцировали. Ну, а как тогда? Он средуцировался к чему-то еще, к какому-то Q2 штриха. Он, конечно, по черту, сюда редуцируется, но здесь же у нас два шага произошло. Дальше может и три также произойти и так далее. То есть, это не значит, что наше дерево не может куда-то вбок так вот расти. Постоянно, конечно, возвращаясь к нашему Q' но тем не менее. Но, как бы, будучи бесконечным. Так не получится. Но здесь есть некая... Простейший пример этого, собственно, мы сегодня приводили уже. Это лямбда или кикс, да, например, и там, помню, это большое. Ну, вот он написан здесь вот сверху. Это он и есть, например, да? Но почему это не наш случай? Потому что у нас дано, что эти вот этот N, который в качестве омега большого здесь появляется, что он сильно нормализуем. Я на самом деле... Давайте попробуем вот что сказать. Давайте вот такой вопрос ответим. Верно ли, что P сильно нормализуем? Ну, смотрите, предположим, что P не является сильно нормализуемым. Что это значит? Это значит, что у него есть бесконечная последовательность редукции. Правильно? А, ну и что, собственно, это плохо. Да. Это значит, что можно в эту последовательность подставить вместо X, N. Она по-прежнему останется бесконечной последовательностью редукции. А потом еще справа приклеить эти M1, MN. И вот это не будет сильно нормализуемой. Таким образом, мы получаем, что P тоже сильно нормализуемый. Я добавлю еще сюда плюс H от P. И вот тогда все получится. Что я теперь говорю? Смотрите. Я хочу сказать, что вот то, что кто-то сейчас отмечал из слушателей, значит, оно устроено так, что мы можем... Вот у нас есть наш терм Q вот этот. Значит, Q редуцируется Q штрих. Q штрих сильно нормализуем. Это мы знаем. Но нам нужно еще доказать, что если здесь Q2 штриха написано, то он тоже сильно нормализуем. Ну, а к чему его еще можно редуцировать, этот терм? Ну, смотрите. Его можно либо мы его редуцируем вот к этому, а значит, именно вот этот редакс разобрал. А также мы можем редуцировать что-то внутри вот этих термов. P, N, M1 и так далее, MN. Ну, смотрите, что произойдет. Если мы здесь что-то средуцируем, все вот эти подтермы, они сильно нормализуемы по условию. Правильно? Если мы здесь что-то средуцируем в этих подтермах, то у нас, значит, уменьшится вот эта суммарная высота. Правильно? Например, я взял N, средуцировал к какому-то N штрих. Да, это понятно. Высота уменьшилась. И получается точно такая же формула, но только для меньшего терма. Правильно? Ну, допустим, вот давайте разберем случай, когда у нас N редуцируется к N штрих бета-редукцией. Тогда смотри, что я могу сказать. Вот этот терм, если я здесь вместо N напишу N штрих, он тоже будет сильно нормализуемый. Правильно? Потому что он получается из вот этого какой-то последовательности редукции. А если я взял сильно нормализуемый терм и его поредуцировал, то получилось тоже сильно нормализуемый. Правильно? То есть получается, что вот это условие выполняется как для N, так и для N штрих. Но для N штрих у меня индуктивные вот это вот параметры меньше. Я выберу предположение индукции и получу, что вот эта штука с N штрих вместо N будет сильно нормализуемой. И то же самое относится к редукциям, которые происходят в любом из вот этих подтерм. А про главную редукцию, которую вот лямбдх.pn разбирает вот так, при нее мы это запасли в условии. Вот такое доказательство. Если мы применяем редукцию лямбдх.pn, то вот этот терм q редуцируется к вот этому терму q'3. И придет оно, что он сильно нормализуем. Нам надо обойти как раз случай, когда редукция происходит не здесь, а где-то еще. Но там это получается, потому что каждый из этих подтермов сам по себе сильно нормализуем. Ну давайте вернемся к тому, что мы делали. Мы доказывали лямбдх1. Базовый случай, он здесь как ни странно самый хитрый. Третий пункт, но он очевидный. Здесь просто по определению получаем вот так. Ну и значит оно под множество Sn совпадает. Хорошо? Так, теперь значит, к сожалению, придется стереть вот это вот вплоть до сюда. Не, давайте вот так. Это пока оставим. Вот это сотрем, потому что мы этот случай уже разобрали. Сейчас, еще раз то, что мю равно Sn, это у нас по определению, да? Только что стер, да. Значит, здесь было написано вот так. Вот так. Вот так. Потому что это переменная. Теперь, значит, второй случай у нас мю – это какое-то там сигма, пересеченное с тау. Ну, случай крайне простой, я даже не буду его выписывать, просто проговорю. Смотрите, нам дано, что вот этот терм… Давай, ладно, давайте выпишем. Вот какой-то терм, вот этот терм, обозначу его там k. Значит, k лежит в множестве соответствующем сигма, k лежит в множестве соответствующем тау. Пересечение – это пересечение, значит, получаем, что k лежит в множестве соответствующем пересечении. Этот случай доказали. Здесь у нас вот этот терм – это q, это q'. Значит, мы говорим, что q лежит… Точнее, наоборот, это q'. q' лежит в сигма, пересеченное с тау. Значит, q' лежит в сигма и q' лежит в тау. Значит, по условию, по предположению индукции, вот этот новый терм q' лежит в сигма и он же лежит в тау. Значит, q' лежит в сигма, пересеченное с тау. С пересечением никаких проблем нет, он просто проносится по определению. Ну, я могу это все стереть и разобрать случай 3, когда мю – это стрельчатый тип, сигма, трюк, тау. Это интересный случай. Ну, тоже не настолько интересный, конечно, но, так сказать… Значит, смотрите, ну, пункт 1. Нам нужно проверить, что вот этот терм q' лежит в сигма стрелка тау. Ну и смотрим вот на определение. Значит, нужно подобрать какое-то n. Значит, мы берем ее. Пусть n лежит во множестве соответствующего сигма. Но, смотрите, у нас сигма – это более простой тип. Значит, по предположению индукции, пункт 3, вот этот, n сильно нормализуемый, правильно? А если n сильно нормализуемый, то что мы имеем? Тогда, значит, n, который имеет вид x1, x, m1, mn и здесь написано n, лежит в тау. Это по предположению индукции, пункт 1. Правильно? То есть, мы добавили вот сюда… Почему здесь нам надо было цепочка вот этих вот? То есть, наша цель-то – нам нужно x получить, а мы здесь дописали еще почему-то кучу вот этих терминов. Ну, просто каждый раз, когда мы будем стрелку разбирать, мы будем добавлять туда еще один для индукции. Второй пункт. Значит, ну, тут то же самое на самом деле. Мы, значит, рассмотрим лямбда x, p, n, ну, давайте не будем даже пока так писать, значит, мы напишем здесь, что, опять же, q. Нужно доказать, что q лежит в вот такой вот штуке, да? А что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, значит, пусть, опять же, ну, какой-то теперь s лежит в sigma. Тогда, опять же, по тому же самому s сильно нормализуемый. Ну, и теперь мы смотрим. Смотрите, что мы говорим. Значит, у нас q штрих, вот этот q штрих, s лежит в этом. Ну, поскольку сам q штрих лежал в вот этом. Правильно? Ну, отсюда по предположению индукции пункт 2 следует, что qs лежит в tau. А поскольку это было верно для любого s из множества соответствующего sigma, значит, q лежит в вот этом. Все так более-менее по определению происходит. Ну, и последнее. Почему эта штука окажется, все такие термы окажутся сильно нормализуемыми? Вот для этого я сотру, наверное, на базовый случай. Я вот это все сотрую. И буду действовать так. Значит, соответственно, здесь в случае третий. напомню, что у нас мю это сигма стрелка tau. И я скажу следующее. Значит, пусть y это свежая переменная. Что я могу про нее сказать? Я могу сказать, что y принадлежит вот этому. Это предположение индукции пункт 1. Для n равно нулю. Когда у нас нет никаких этих m1 mn, вот переменная лежит в этом множестве для любого типа. Ну, не для любого, а для любого менее сложного, чем вот этот, естественно. Потому что мы по индукции рассуждаем. Ну, и теперь давайте мы рассмотрим следующую штуку. Значит, пусть какой-то терм m принадлежит вот этому. Значит, тогда m y принадлежит вот этому. Правильно? По определению. Я взял какую в качестве n, я взял y. Я взял какую-то терминку, просто перемену. Значит, отсюда следует это предположение индукции пункт 3. Что m y принадлежит сильно нормализуемому. А отсюда следует, что m принадлежит сильно нормализуемому. Потому что в сильно нормализуемом терме не может быть не сильно нормализуемого подтерма. Если m имеет бесконечную цепочку редукций, то эта бесконечная цепочка у нас следуется и сюда. Мы можем их осуществлять в терме m, а их не трогать. Так что мы доказали вот эту замечательную лему 1. Есть ли вопросы? Ну, если вопрос нет, то мы переходим к казательству лему 2. Напомню, о чем она была. Ну, общая идея, что если у нас есть типизуемый терм, то он лежит в соответствующем множестве. Ну, не важно, какие тут перемены. Ну, а значит, раз это множество, это подмножество сильно нормализуемых, то этот терм будет сильно нормализуемым. Ну, это докажет теорему о сильной нормализации. Но так просто это не докажешь, потому что у нас индукция провалится, а именно нужно будет еще какую-то подстановку рассмотреть для ситуации, когда мы будем лямбу разбирать. Это вот тут как раз нам понадобится вот эта лямба 1.2 и вот эта лямба, вот эти вот дополнительные параметры. Параметры звучит так. У нас в терме m имеются какие-то переменные, мы вместо них подставим те термы, про которые известно, что они лежат в соответствующих множествах. В частности, можем подставить просто сами эти переменные, фактически ничего не подставлять. Но у нас есть некоторая большая свобода, мы можем подставить такие вот термы N1NK. Ну и давайте доказывать, тоже индукция сейчас будет, но индукция уже по построению вывода сейчас. Значит, доказательства. Лямба 2. Так, индукция. По выводу. Вот этому. Ну, тут давайте я немножечко отвлекусь и скажу, что теперь, в отличие от случая простого типа валянного исчисления, в принципе, этот вывод, это не то же самое, что индукция по строению термо m. Потому что там появляются пересечения, и правила для пересечения, они как бы не определяются структурой термы. Ну, если вы помните, какое там было правило, я хочу доказать, что m имеет тип там tau, то я могу написать еще и вот так. Это как бы не аналитическое правило, то есть, m не диктует нам, что надо к его типу добавить еще что-то. Вот это как раз то место не ломается кабинзоновский вот это вот унификационное действие. Но нам сейчас не важно, мы индукцию ведем по выводу. Вывод конечный. Значит, как мы будем действовать, чтобы все по индукции получилось? Значит, ну, если у нас, значит, первый случай база. Значит, мы имеем x в двоеточии альфа. Это лежит в гамме. Соответственно, альфа это tau, m это x. Ну, что мы тогда имеем? Ну, мы имеем, что m в подстановке вместо x, ну, какой-нибудь x это напишем. Вместо x это мы подставили какой-то n это. Ну, это и есть сам n это, такая подстановка тривиальная. Ну, и он лежит в соответствующем, так сказать, здесь будет альфа это тоже. Ну, в соответствующем альфа это просто по условию. Нам дано, что каждый n это лежит в соответствующем множестве. Тут ничего интересного в базовом случае не происходит. На самом деле, базовый случай, настоящий, это то, что x и t чистые будут лежать в соответствующем множестве. Но это уже было у нас время. Значит, второй случай, когда мы действуем по правилу. Давайте для пересечения сначала. Допустим, я написал вот такое вот правило. Удаление пересечения. Ну, отсюда мы получаем, что m лежит в... Ну, давайте вот это m обозначим m с волной вот этот вот термом. m после подстановок. Значит, m с волной попал вот сюда. Ну, а это просто вот так. Ну, отсюда следует, что он, конечно же, попал в большее множество. Ну, тут можно и σ написать, естественно, то же самое будет. Второе правило про пересечение. Если он попал в σ, то могу написать вот так. Ну, и опять же, m с волной попал и сюда, и сюда. Ну, значит, что он попал и в пересечение. Опять же, с пересечением никаких проблем не возникает. То есть, фактически все это доказательство, оно как бы для систем без пересечения точно так же работает. И, как мы видим, интересные как раз случаи с пересечением не связаны. Пересечение добавляется практически бесплатно, но зато мы видим, что с помощью пересечения можно типизовать некоторые термы, которые нам будут нужны при кодировании рекурсивных функций. Ну, и более интересные случаи. Третий случай – это up. Значит, мы типизуем m σ стрелка τ, n σ и вот этот mn здесь τ. Ну, мы получаем, что m с волной лежит в этом. n с волной лежит. Вспоминаем определение вот этого множества σ стрелка τ. Что это такое? Это такие термы, что если взять mn, то получится что-то во множестве… Если я возьму произвольное n отсюда, то mn будет лежать вот здесь. Ну, это в точности, что нам здесь нужно. Я возьму m с волной, m с волной, и он окажется во множестве соответствующим τ. Ну, а теперь простое соображение, что я могу волну вынести наружу. То, что такое подставить что-то в подстановку, при применении. Ну, поставил в левую, поставил вправую. Ну, и последний. Сейчас доказать, что лебма 1 там вот сюда уберем. Самый интересный случай, когда вот все вот это нужно на самом деле будет. Это λ. Значит, abs. Значит, это abs. А abs такой. Значит, здесь γ. Появляется еще один x, уже без номера. А здесь появляется m типа, ну, τ давайте напишем здесь. А здесь, соответственно, γ, λ, x, m типа α, τ. Ну, и на самом деле у нас все запасено, чтобы все прошло гладко. Тут как в этом доказательстве, вот, главное это формулировки лем. Если вы не очень внимательно следите за тем, что происходит в доказательствах, это не так страшно, потому что вы всегда можете их восстановить, просто как бы рассуждая прямолинейно, да, так сказать, просто двигаясь вперед. Главное это вот эти вот соображения. Использовались. Это Тейт вот так хитробно придумал. Ну, давайте посмотрим, что нам дано. Значит, дано вот что. Значит, если n и ты лежат в α и, и еще у нас n лежит в α, х, еще одна переменная. Можно считать, что она как бы внешне добавлена. Ну, давайте вообще будем считать, что х не принадлежит свободным переменам m, ну, то есть, х не принадлежит вот этому х1, хк. Ну, если он принадлежит, ну, сделаем α конверсию для простоты. То есть, n это новый вот такой, соответствующий х. Что мы тогда имеем? Надо взять n и подставить в него вместо n и ты, х и ты подставить n и ты, а вместо х подставить n. Но давайте мы сделаем похитрее. Напишем m с волной, а потом здесь вместо х подставим m. То есть, сначала я взял подстановку. Да, и давайте мы будем считать, что х также не принадлежит свободным переменным вот этих n и ты. Опять, весь принадлежал, ну, переменуем его. Вот чужой совершенно для них. Тогда вот это будет то же самое. То есть, здесь я вместо х подставил соответствующие n и ты, вместо х подставил n. А, нет, вот это как раз нельзя писать. Сейчас, подожди. Нет, вот это я не могу писать. Это, конечно, бред собачий. Он как раз должен в m входить свободно. Это х, потому что иначе неинтерес, константа будет. Будем считать, что х не входит в свободные переменные этих n и ты, и не относится к этим х1 и хк. Вот, да, правильно. Вот это важное условие. У нас есть m с волной, в нем есть х и ты, а так свободный переменный х. Мы вместо этих х что-то подставили, но в этих иных у нас нет этого х. Так что х можно подставить независимо их после. И это будет то же самое. И нам дано, что вот эта штука лежит где? Ну, в этом самом, в множестве в соответствующем t. Правильно? Это просто предположение индукции. Ну, а теперь будем это самое. Будем как действовать. Значит, пусть. Значит, теперь посмотрите, что дано. н лежит в произвольном. Произвольном. Значит, тогда смотрите, что происходит. Значит, давайте применим лему 1.2 с n равно 0. Ну, вообще эту лему мы всегда ее применяем с n равно 0. n маленькие, вот эти m-ки были нужны там внутри индукции для ее доказательства. А так нам нужно, значит, это все мы скрываем. Получается, что смотрите, p, где х подставлено n, лежит в этом множестве. Да? Но, значит, можно вынести его как бы обратную бетредукцию сделать. По этой лему мы получаем, что λx, m с волной, примененная к n, лежит вот здесь. Ну, а поскольку n было взято произвольно, то мы получаем, значит, вот это вот просто λx, m с волной, лежит вот здесь. Согласны? Ну, и последний штрих, как вот тут пишем вот так. Ну, потому что что такое сделать подстановку в λ? Ну, значит, надо подставить. И вот тут как бы опять сыграло вот это условие, оно условие корректности на самом деле. Ну, мы забыли здесь сказать, постановка должна быть, конечно же, допустимой. Условие допустимости, оно в точности вот тут написано. Тогда и мы так и сделали. Ну, и все. Получили последний случай. В лемме разобрана. Из леммы следует теорема сильной нормализации. Ну, давайте сейчас, так сказать, с высоты птичьего полета еще раз на это посмотрим. Чтобы сделать это дело немножечко более понимаемым, я переформулирую наши леммы в том виде, в котором они на самом деле нам нужны. Значит, основные шаги этого доказательства выглядят так. Значит, первый шаг – это определяем вот эти множества tau. Рекурсивные. Наиболее интересный случай, конечно, стрелка. Значит, второй случай. Я напомню, что, значит, альфа-стрелка-бета – это множество таких термов, что если ему в качестве аргумента подсунуть что-то, что хорошее с точки зрения альфа, то результат, в лямбе смысле результат будет лежать вон здесь. Такое вот хитрое рекурсивное определение. Ну, оно выглядит все напростым, но оно не элементарно. Второе, значит, это лемма… Давайте я еще один штрих. Это упрощенная лемма. Один из этих вот элементов. Она говорит следующий пункт. Первый, что переменная всегда лежит здесь. Для любых переменных х, для любого типа tau. Ну, здесь мю написали, а в tau напишем. Во-вторых, значит, про лямбду. Если P принадлежит tau и N сильно нормализуем… Кстати, тут мне никто не поправил. Я вот этим пользовался здесь. Но нам нужно было, что эти иные-то и были сильно нормализуемы. Правильно? А почему они сильно нормализуемы? Ну, не иные-то, а вот это N. А почему они сильно нормализуемы? Ну, потому что оно вот здесь лежит. Хватит. Если у вас есть так и это сильно нормализуемо, то можно обратную лямбду написать. И, наконец, третий пункт. Что вот это вот, эти множества, они все, так сказать, состоят из сильно нормализуемых терм. Ну, и третий пункт. Лемма 2 штрих, который на самом деле будет нашей теоремой фактически. что если… Ну, это и есть фактически теорема. Что если гамма M двое точие tau, то M лежит в месте. Ну, и теорема получается с соединением… Ну, теорема можно так написать. Это лемма 1 штрих точка 3 плюс лемма 2. Ну, вот. Это такое совсем короткое изложение. Вот если, как бы, короткий конспект написать, можно написать вот это и дальше сказать следующее, что если вы попробуете вот это доказать по индукции, то у вас где-то не хватит силы вашего утверждения. Ну, например, вы будете лему 2 доказывать, здесь вот, когда вы в четвертом случае будете разбирать, у вас появится еще одна переменная, еще один терм N, и вы не будете знать, что с ним делать. Ну, для того, чтобы этого не происходило, мы здесь кое-что добавляем. Значит, в лемме 1 мы добавляем вот эти дополнительные аргументы, и про них мы постулируем, что они сильно нормализуем, этого нам хватит. А здесь мы добавляем возможность подставлять вместо переменных параметров. Потому что на самом деле, вот чистыми нам нужно иметь только переменные, которые в исходном контексте находились. А когда мы поднимаемся по индукции и разбираем вот это правило АПС, то здесь появляется новая переменная, и вместо нее мы не хотим ее саму подставлять. Вместо нее мы хотим подставить вот что. Когда мы будем доказывать, что вот этот термин ЛАПДХ.М лежит в множестве соответствующем типу альфиса ЛКТАУ, по определению мы будем подставить сюда, применять его к какому-то N. И вот это N мы как раз вместо этого X на самом деле и хотим. Чтобы все получилось, мы заранее все это записываем в нашу подстановку, чтобы это подняло до самого верха, а наверху раскрылось просто из того, что он того типа и есть. То есть это будет валидировано на самом верху. Мы это так подкладываем. Значит, этого избегаем каких-то лишних ложных индукций или чего-то подобного. Значит, мы заканчиваем, видим, через 5 минут, поэтому я сейчас коротко скажу, что будет в следующий раз. Мы доказали теорему сильной нормализуемости в более сильном варианте, чем планировалось в некотором смысле. Но, как я уже говорил, здесь фактически тоже здесь еще пересечение возникает в системе типов. В общем-то, нигде существенно рассуждение не усложняло. Вы можете вытереть отсюда полностью все части, где есть пересечение. И в этот момент, значит, у вас все будет точно так же, как и здесь. Ну, просто не будет пересечения. Будет такое же рассуждение. Кстати говоря, забегая вперед, скажу, может быть, мы заберемся до сильной нормализуемости в течение λ2 или системы F, где есть план-то всеобщности второго порядка по типам. И вот там-то как раз все будет намного сложнее, там вот так просто все не обойдется. Там будет по-другому, потому что там мы не можем, там, к сожалению, индукция будет ломаться. Когда мы будем, вроде как, к более простому переходить. Ну, то есть, от типа, там, для любого x tau, любого, там, r tau, перейдем к tau, где вместо r что-то подставлен, может сказать, что он будет более сложным, там, или тем же самым, и там будет, на самом деле, хитрее. Но тоже все это проделывается. Вот здесь у нас все достаточно просто. Но зачем нам это будет нужно? Как я уже говорил, мы будем представлять всюду определенные вычислимые функции, лямбда термами так, чтобы нужные нам термы были, значит, вот эти самые, были сильно нормализованы. И не только сильно типизуемы в этой системе. Но, к сожалению, ну или к счастью, эта штука будет локальной. То есть, у нас, ну, допустим, если у нас есть функция для простоты, которая действует, допустим, просто на натуральных числах. Вычислимая. И, допустим, даже она всюду определенная. Это мы откуда-то знаем. Но нельзя это примитивно-рекурсивная. Мы ее, как обычно, будем представлять неким термом f. Конструкция будет отличаться от той, которую мы там в начале курса выписывали, но, на самом деле, не очень существенная. Важно другое. Как она должна работать? Ну, пусть у нас f от n равно m. Ну, тогда мы знаем, что fn равно, так сказать, m, это бета равенство, а m это, я знаю, это нумералы, черт, соответствующие, так сказать, этим числам. И хочется, чтобы этот терм не просто, ну, на самом деле здесь можно написать вот так, редукции, потому что это нормальная форма. Поэтому редукция будет вперед идти. Хочется сказать, чтобы вот это, чтобы это было как сильно нормализуемой. Вот это то, чего у нас раньше не было. Раньше у нас там были неподвижные точки или комбинаторы. И этот терм, на самом деле, был слабо нормализованный, не сильно нормализованный. Соответственно, он будет типизоваться. Мы будем доказывать его сильную нормализуемость, разумеется, доказывая, что он, значит, типизуемый. Но тонкость будет вот в этом. Для каждого n у него будет свой тип, а не единый тип. То есть, казалось бы, можно было бы сказать, что если функция всюду определена, то можно было бы заявить так, что давайте мы скажем, что вот это f большое, все, имеет некий единый тип. Но это приведет нас к некоторым, это невозможно в принципе, не только для этой конструкции, которая в статье Ужичина описана, но и вообще ни для какой. Это привело бы нас к некоторым проблемам, так сказать, в общей сервере. Про это мы поговорим в следующий раз, ну и фактически разберем статью Ужичина. Вот проведем вот это построение для примитивно-рекурсивных функций и для произвольных, значит, вычисливых функций, не обязательно всюду определённых. А именно будет ситуация такая, что вот он будет типизоваться, если функция, если и только если функция определена на данном значении n. Поскольку тип зависит от n, то у нас такая возможность есть. Получается, типа всех натуральных чисел определить не получается? То есть, они будут типизоваться, но типизоваться несравнимыми. И вот это как раз будет ответ на вопрос о аналоге, так сказать, революционной унификации. У одного натурального числа будет много несравнимых типов. Если бы могли их унифицировать, то опять же были бы проблемы. Ну, аккуратно это всё мы сформулируем в следующий раз. То есть, на этом мы на сегодня заканчиваем. И просто, пожалуйста, если нет, встречаемся через неделю. Значит, пока что, если эти самые, никакие события там существенно не произойдут, следующее занятие будет по расписанию. Здесь через неделю будет онлайн. Но это я потом ещё раз сообщу. А не через две недели, в смысле? Только онлайн. Чего? Только онлайн. Только онлайн, да, через две недели. Следующее будет очно, а через занятие будет онлайн. Я об этом сообщу и напишу по почте, естественно. Всё, спасибо.